Без газа может остаться Запорожье этой зимой. Причина тому – низкие расчеты за потребленное голубое топливо. Об этом заявил городской голова Александр Син на аппаратном совещании в мэрии. Также обсудил с присутствующими вопрос общественного порядка. Для его обеспечения на городских коммунальных предприятиях планируется создать добровольные народные дружины. Больше расскажет Александра Глазунова. Одна из главных городских проблем – расчеты за потребленные коммунальные услуги, говорят в мэрии. По состоянию на 1 июля долг перед местными КП составляет почти полмиллиарда гривен. Из них практически 350 миллионов не выплатили жителей Запорожья. В городепартаменте ЖКХ уверяют – постоянно ведут борьбу с должниками. Рассылают абонентам предупреждения, подают на них иски в суды и ходят в рейды с госисполнителями. Городской голова Александр Син отмечает, если за полгода ситуация с расчетами не изменится, зимой запорожцы будут мерзнуть. Сейчас идет выкачка газа из газовых хранилищ, и они не заполняются новым газом. Это может привести к тому, что газа физически в отопительный сезон не будет в другопроводах. Поэтому газ, нефтегаз Украины отпустит тем городам, которые имеют минимальную задолженность за газ. Все остальные будут ограничены. Обсудили на аппаратном совещании создание в Запорожье добровольных народных дружин. Планируется, что в городе появится 4 таких формирования на базе коммунальных предприятий, а также штаб управления дружинами. Они будут охранять общественный порядок совместно с милицией. В УВД говорят, сейчас эта тема особенно актуальна, к тому же опыт подобного сотрудничества уже был. С начала поточного урока всего в городе Запорожье проведено 425 спільных рейдов и других заходов по відпрацюванию территории города. Принимали активную участь в обороне громадского порядка под час проведения маршевых заходов. За участью громадкости раскрыто значение 138, в 2013 году было 30. Правоохранители подсчитали, для патрулирования всех запорожских улиц им необходима в помощь около 400 добровольцев. В городе департаменте ЖКХ говорят, в народные дружины уже выстроилась очередь из 540 человек. При этом попасть в общественное формирование будет не так просто. Добровольные народные дружины принимаются на основании письменного заявления строго на добровольной основе граждане старше 18 лет. И числа работников предприятий, служащих студентов, способных по своим, обратите внимание, деловым, личным, моральным качествам успешно выполнять поставленные задачи. Это должны быть наше лицо, люди, которые понимают всю ответственность. В мэрии обещают всех дружинников будут поощрять. Для них предусмотрят различные вознаграждения, начиная от грамот, заканчивая премиями и оплаченными отпусками. Кроме того, для усиления охраны общественного порядка городской голова Александр Син поручил в дополнение к основным блокпостам создать мобильный и проконтролировать степень обеспечения охраны на промпредприятиях.